Добрый вечер на ТНВ новости в субботу в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. На прилавке прямо с фермы. Ну магазинное мясо вообще не покупаю. Почему? Ну не доверяю. Почему-то в Татарстанце все чаще покупают сельскохозяйственные товары без посредников. Узнал Сергей Хайдаров. Брутальный, интеллигентный или спортивный? Ну желательно высоких, накачанных, как если девушки хотят. Какой типаж мужчин сегодня востребован? Анна Городнова. Провели мероприятие. Думаю нашим волонтерам очень полезными оказываются эти встречи. Выходные это достаточно удобно. Чем в выходной день были заняты сторонники кандидатов в президенты? Узнал Дмитрий Аринин. А я дыхание внушу. С песней жить и с ней же воевать. Одна из величайших тем патриотизм. Но не ура патриотизм. О патриотизме стихами Высоцкого. О чем пел Александр Цуркан. Альбина Менебаева. Еще одна медаль в Олимпийскую копилку России. Лыжник из Зеленодольска Андрей Ларьков выиграл бронзу на играх в Пехенчхане. Марафонскую дистанцию на 50 километров в классическом стиле. Татарстанский спортсмен преодолел за 2 часа 10 минут и 59 секунд. Это уже вторая медаль Андрея Ларькова на Олимпиаде. Ранее он помог российской команде завоевать серебро в эстафете. Напомним, накануне золото для России принесла Алина Загитова, фигуристка с татарстанскими корнями. Ну а главная интрига Олимпиады связана с нашими хоккеистами. 25 февраля они поборются за золото со сборной Германии. Сейчас в медальном зачете России пока на 15-й строчке. Олимпийцев с победой уже поздравил Рустам Мениханов. В телеграмме Алине Загитова и ее тренеру президент высказал свое впечатление красивым выступлением спортсменки. Этот успех очень важен еще и потому, что медаль нашей фигуристки – первое золото России на этой непростой Олимпиаде, отметил Рустам Мениханов. Андрею Ларькову президент пожелал спортивной удачи и новых больших совершений. Это сложнейшая королевская дистанция и взойти на пьедестал почета значит показать высочайшее техническое мастерство, написал Рустам Мениханов в телеграмме. Не купить кота в мешке, приобретая фермерскую продукцию, сегодня в Доме правительства республики подвели итоги рабочего года Агропромпарка Казани. Сейчас здесь работает 281 торговая точка. Товароборот за год составил полтора миллиарда рублей. Почему татарстанцы все чаще покупают продукты не в магазинах, а у фермеров Сергей Хайдаров? Магазинное мясо вообще не покупают. Почему? Ну, не доверяю. Такое недоверие и привело Вакиля Загидулина в Агропромпарк. Теперь он здесь частый гость. Говорит, уже появились знакомые фермеры. Мясо покупают только у них. Всегда все свежее. Полтора цена и качество, ну, и соответственно. Приходите к нам еще. Обязательно, спасибо большое. На данный момент на территории Агропромпарка работает 281 торговая точка. Именно здесь у покупателей есть отличная возможность приобретать скохозяйственные товары напрямую у фермеров. И делать это без посредника. Именно поэтому они выигрывают не только в цене, но и в качестве товара. Все наше, стопроцентно, фермерское хозяйство, либо с личных подворья, соответственно. На прилавках свое, утверждают фермеры. С каждым годом их число здесь растет. Четыре года назад, еще до открытия Агропромпарка, Рустам Иниханов поручил создать для них максимально комфортные условия. Аренда здесь в два раза дешевле обычной. Только по итогам 2017 года, вышеуказанными льготами, воспользовалось более 30 республиканских сельхозпроизводителей. На общую сумму более трех миллионов рублей. Время идет, мощность растет. Только за последний год товарооборот парка перевалил за отметку полтора миллиарда рублей. А покупателей каждый день столько, что товар просто не успевает залеживаться. Рыбку очень хорошо здесь обслуживают. И вообще, и яйца очень хорошие. Из города Нижнекамска, и наша приятельница, которая здесь живет, она очень хвалит это место. Возможно, в скором будущем Агропромпарки появятся и в других городах республики. Сегодня этот вопрос в Доме правительства поднял Рустам Иниханов. Мы будем сейчас двигаться по созданию в городах таких же площадок. Вся эта система должна быть увязана с ветеринарным и санитарным контролем. Именно качеству продуктов в республике уделят особое внимание. На всю продукцию татарстанских фермеров, представленную в подобных агропарках, нанесут специальный знак. Произведено в Татарстане со стопроцентным качеством. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Татарстанские производители молока должны укрепить свои позиции на рынке. Сегодня Минсельхоз республики высказал мнение по запрету ввоза белорусской молочной продукции. Это решение Россельхознадзор принял на этой неделе. 20 февраля были зафиксированы 32 случаи нарушений ветеринарно-санитарных норм и требований Евразийского экономического союза и России. В составе были обнаружены запрещенные и вредные вещества. Напомним, что о кризисе цен на закупочное сырое молоко высказал Сыр Рустамениханов на форуме в Сочи. При этом Марат Ахметов отметил, что от запрета ввоза ни потребители, ни фермеры не проиграют. Нам удержаться надо на этих ценах, тем более мы идем к весне, к лету. В стране все равно производство сырого молока как сырье будет увеличиваться. При этой ситуации у нас на прилавках больше появится качественная российская продукция, которая проверена под контролем. При этом Марат Ахметов отметил, что резервы для снижения потребительских цен на молочную продукцию есть, но это уже прерогатива сетевых гипермаркетов и поставщиков, с которыми нужно проработать ценовую политику надзорным органам. По словам министра, в некоторых случаях наценка на молочную продукцию, в частности на сыры и сливочное масло, доходит до 60%. Это же огромная наценка. Просто так, чтобы иметь на прилавке, да еще 50-60% накладывает наценки. Я порой даже задумываюсь, не специально это ли они делают, чтобы товаропроизводителей собственных ставить неудобно такое положение. Без перерыва на праздники работают предвыборные штабы. Татарстанские сторонники кандидатов в президенты страны сегодня провели ряд мероприятий. Действовали доверенные лица, учились наблюдатели, доводили задачи до добровольцев. О предвыборных штабах выходного дня Дмитрий Аринин. В республиканском избирательном штабе Владимира Путина сегодня помимо текущей работы прошла встреча с доверенным лицом кандидата Бату Хасиковым. Российский кикбоксер рассказал о себе и дал напутствие волонтерам. Также с гостем обсудили текущие события, в частности Олимпийские игры. Все вопросы были интересны. Мы затронули разные темы. То, что на сегодняшний день очень актуально, это присутствие нашей российской олимпийской команды в Хенгчане. Думаю, нашим волонтерам очень полезными оказываются эти встречи, потому что они видят людей, которых можно взять для себя на пример. Татарстанские сторонники Павла Грудинина сегодня провели обучающие занятия для своих членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей. На встрече разъяснили нормы выборного законодательства и дали методические рекомендации. Процесс обучения на семинаре занимает порядка двух часов. И если мы будем делать это вечером, это очень тяжело для людей. А в выходные это достаточно удобно. В республиканском штабе Григория Явлинского сегодня обсуждали предстоящую раздачу агитационной продукции. Собираются устроить поквартирный обход. Этим займутся волонтеры. Ждем на начале следующей недели. Должны нам привезти материал, сумки агитаторов для волонтеров, которые будут ходить по своим домам. Они сейчас записываются через наши сайты. В республиканском штабе Владимира Жириновского сегодня выходной. Не работают сегодня татарстанские представители Максима Сурайкина. Чем сегодня заняты сторонники Ксении Собчак, Сергея Бабурина и Борис Титова, редакция информацией не обладает. Дмитрий Иринин, Александр Лобанов, Ильчат Кухаметов, ТНВ, Казань. Праздничный стол, цветы и открытки. Сегодня 100-летний юбилей отмечает заслуженный учитель Татарстана Евдокия Крайнова. Несмотря на преклонный возраст, именинница поименно помнит своих первых учеников, дискутирует на политические темы и радует правнуков пирогами. Вот учитель начальных классов. Евдокия Крайнова пережила две войны. Вторая мировая забрала мужа. Вдова осталась с двумя маленькими детьми в селе Никольское Спасского района. Говорит, работала за двоих, а то и четверых. Домашнее хозяйство и семья легли на женские плечи. Ей было тогда всего 24 года. В детстве я работала много, землю купала, траву косила, телески возила. Всю свою жизнь Евдокия Крайнова посвятила родному селу. 50 лет проработала учителем начальных классов в школе. Выпустила сотни учеников. Многих до сих пор помнит поименно. Спасибо вам, что вы из меня сделали человека. Сегодня слова благодарности и цветы только в ее честь. Со столетним юбилеем заслуженного учителя республики поздравляют бывшие ученики, коллеги, друзья и родные. Она ко мне подход нашла. Я ей полностью всем был подчинен. Исполнял все буквально то, что она мне задавала. Она приходила в 70 лет еще, брала класс и его доводила, так сказать, до пятого класса. Учитель с большой буквы. Шесть лет назад юбилярша из деревни переехала в Казань. Одной сложно вести хозяйство. Опеку над бабушкой взяла сноха. Но активистку на селе не забывают. Какие бы ни были собрания, какие бы ни были сходы, какие бы ни были в 80-х годах лекции, везде она принимала активное участие. Праздничные угощения, теплые поздравления и крепкие объятия. Родные рядом. Это ли не счастье встретить старость в любви рядом с близкими? А я все не еду. Лена Бережная, Рина Цаффин, ТНВ, Казань. Его сила в крепости духа, так говорят земляки Афагиме Хакимове. Многодетный отец из Буинска, инвалид с детства. Но недуг не мешает ему вести хозяйство и одному воспитывать троих детей. О непростой судьбе простого человека Светлана Звонарева. В восьмилетнем возрасте Фагим Хакимов получил травму позвоночника и остался инвалидом на всю жизнь. Несмотря на недуг, женился, появились дети. Но супруга ушла, оставив его с тремя малышами. Мужчина заменил им и отца, и мать. Дети всякие бывают. Бывают и трудности. Но я их летом, допустим, вожу всех на рыбалку с собой. Ходят они мне с ночевкой, даже на рыбалку ходили. Я пчел держу, они мне помогают. Несмотря на трудности, многодетный отец уверяет, что по-настоящему счастлив. Рядом любящие дети, которые его поддерживают и во всем помогают. Он хороший, помогает всегда к нему. Хожу на работу, помогает им снег чистить. По очереди посуду мою, подметаю. Вот и 13-летняя дочка Ильсия растет хорошей хозяйкой, создает уют в доме, ухаживает за своими мужчинами. Я люблю, особенно папу, готовить тоже люблю. Ну и особенно школу. Он, например, там учителя учит нас, как там шить, как там готовить. Своя ноша не тянет, говорит многодетный отец, и продолжает исполнять свой главный долг. Воспитывать детей и, как настоящий мужчина, защищать свою семью. Светлана Завнарева, Наталья Смирнова, Сирин Хасанов, ТНВ Буинск. Фагим Хакимов это, скорее, все же исключение в современном мире мужчин. Типажи 21 века. Это мэтросексуалы, чей имидж создают мировые домомоды. О книгах по обложке, о людях по одежке, именно этого принципа все чаще придерживается сильный пол, утверждают стилисты. Оценивают ли это женщины Анна Городнова. Кто-то ходит в тренажерный зал, покупает дорогие машины и заводит для многих подруг. Понять успешности у всех свое. Но, как говорится, встречают по одежке. Пальто также есть в наличии, облегченное. Мужчина будет выглядеть довольно-таки привлекательно. Создавать свою моду мужчины начали еще в 20-х прошлого столетия. Рабочую одежду сменили, пиджаки, пальто, шляпы, зауженные брюки, которые сейчас так популярны среди молодежи. Именно с тех времен классический крой стараются подогнать под себя. Очень сильно ушиваем, выполняем очень много разных операций. Запонки, галстуки, ремни, подтяжки отставать от моды. Не про современных мужчин. Полный образ собираем, как бы все предпочтения учитываем. У нас мужчины бывают настолько привередливые, что получше женщины. Он меня совсем не волнует. Еще бы. Такая ореха. Нам нужны красивые мужья. Сезон, весна, лето. В тренде клатча, очки, укороченные брюки и сандалии. Как покорить женское сердце, думает мировая индустрия красоты. То, что внешность имеет значение, подтверждают и казанские девушки. Пиджаки, галстук, брюки. Ухоженность. И я думаю, это главное. Внешность важна. Каждый, безусловно, из нас смотрит сначала на внешность. В погоне за модой, говорят женщины, мужчины иногда сильно увлекаются. Ведь для привлечения внимания нужно совсем немного быть опрятным. Небрежность, грязные волосы, ногти, обувь. Борода, как мочала, сейчас это прямо-то с полной невозможно терпеть. А все остальное, в общем-то, если умные глаза, можно потерпеть, наверное, даже пятна на куртке. Насчет бороды, ну, у меня сын бородатый мальчик, поэтому приемлю с радостью. Мне вообще все равно на других мужчин, меня мой только интересует. Идеального типажа, считают опрошенные, не существует. Для каждой это свой личный кумир. Неважно, с пивным животом, залысиной или с накачанным торсом и татуировкой. Тот, с кем она будет чувствовать себя счастливой. По уму, по делам надо мужчин встречать. Добрым должен быть, чтобы защищал. О патриотизме, стихами и песнями Владимира Высоцкого. Российский актер театра и кино Александр Цуркан привез в Казань спектакль «Я приду по вашей душе». Артист исполнил песни и прочел стихи исполнителя перед студентами Казанского университета и теми, кто защищал свою родину. Почему слово оказывается сильнее оружия. Альбина Менебаева. Знакомые аккорды и стихи репертуара Высоцкого. В песне о погибшем летчике этим артист Александр Цуркан открыл спектакль о великом поэте-исполнителе и патриоте. Я все к дому тянулся. Боль, трагедия, репертуаре Барда, десятки военных песен и кинообразов. Поэтому они близки тем, кто защищал родину. На экране близкие Владимира Высоцкого. На сцене его песни, как говорит Александр Цуркан, пусть великий поэт и не служил, но тем не менее его произведения пропитаны военной тематикой. На сцене Александр Цуркан поет о войне. На экране проживает военные годы. В его списке киноролей советские солдаты, российские офицеры, командиры Чеченской войны и добрые милиционеры. Лука. Лука. Фрицев тоже закапывать будем. На свежем воздухе полежат, не прокиснут. А среди друзей много тех, кто служил и воевал. Поэтому День защитников Отечества. Это и его праздник. Они защищают свою землю, защищают свой дом, защищают свою историю, защищают свой язык, родину свою, слово русское. Слушаю, да. Это очень энергично так. И все, значит, ну, все так же, как я чувствовал. И на 8 марта Александр тоже будет поздравлять защитников. Правда, уже на границе континента. А я буду поздравлять девочек в Сирию. Полечу туда, поздравлять буду. С их праздником. Альбина Минебаева, Андрей Муахметов, ТНВ, Казань. Последний аккорд сегодня в концертном зале в честь 60-летия композитора Рашида Калимулина. Завершается фестиваль татарской музыки Мираз. Имя маэстро знают по всей стране. Он возглавляет союз композиторов России. В эти минуты в БКЗ завершается концерт. Там работает наш корреспондент Алина Бережная. Алина, чем запомнится зрителю в финальный день фестиваля? Добрый день, Альбина. В зале БКЗ нет свободных мест. Последний день фестиваля вызвал настоящий фурор. И неудивительно, ведь вечер посвящен 60-летию выдающегося татарского композитора Рашида Калимулина. В 90-е годы он возглавлял союз композиторов Татарстана. Сейчас занимает пост председателя правления союза композиторов страны. Все первые отделения, это будет премьера. Впервые исполнена, как сейчас говорят, мировая премьера. Это будет впервые исполнено на сцене Большого концертного зала имени Салеха Сайдашина. Руководит оркестром дирижер симфонического оркестра Татарстана Василий Валитов. В программе лучшая музыка Рашида Калимулина. Это увертюра для симфонического оркестра, сюит на татарские темы, симфонические сказки и другие. Давайте послушаем вместе. Концерт еще продолжается. Напомню, первый культурный вечер прошел 17 февраля. Тогда для зрителей звучала музыка композиторов Фуата Мансурова и династии Рулиных. На этом у меня пока все. Альбина. Спасибо, Алина. Я напоминаю, что это была Алина Бережна. Сегодня она работает в Большом концертном зале. Ну а сейчас все самое интересное за неделю в нашей традиционной рубрике в сети. Всем привет! Вот за что люблю весну, заканчивается один праздник и начинается другой. Закончили есть блины, получили все валентинки. Тут еще и 23 февраля. Потом, конечно, 8 марта. Но потом майские. Опять отдыхаем. Ну и сразу же нырнем во всемирную паутину и посмотрим, что там татарстанцы-то выкладывают. По 23 февраля фотографий пока мало. Я бы даже сказал, вообще ничего. Ни одного оригинального подарка в сети. Короче, похоже, девушки решили не заморачиваться. Классическая пена, бритва, носки, кружка. А если повезло, так кружка еще и с именем будет. Да, лучшие подарки. Парочка интересных кадров, на которые наткнулся в сети на этой неделе. Итак, теперь в троллейбусах можно ездить с удовольствием. Согласен, звучит немножко парадоксально, но посмотрите сами. USB-порты для зарядки телефонов были замечены в троллейбусе под номером 1. Пацаны вообще, ребята. Так что теперь можно ехать спокойно и заряжать телефон. А вот один татарстанец на Шри-Ланке нашел наши родненькие треугольники. Наши вещмачмаки. Прям один в один. Только вот там они с морепродуктами. Интересно, надо как-нибудь попробовать. А в Казани в преддверии чемпионата мира по футболу понимают, что приедет большое количество туристов, и в частности, наверное, для французов, переименовали наш ошпачмак в круассан с говядиной. Я же говорю, татары просто боги маркетинга. Так нонсенс. В Альметьевске на берегу реки найден клад Емельяна Пугачева. Ну, по крайней мере, так утверждают пользователи соцсетей. Якобы при расчистке городского водоема машинист эскаватора случайным образом заметил монеты. Они лежали в горшке, обмотанные куском ткани. В срочном порядке все работы были остановлены, и рабочие начали вручную раскапывать кусочек истории. Как клад оказался в этом месте, остается загадкой. Впрочем, как и подлинность данной информации. Но скажу только одно, что по предварительным данным экспертов, стоимость клада оценивается в 30 миллионов рублей. 30 миллионов, Карл! А сейчас наша постоянная рубрика в сети с президентом. Неделю Рустама Миниханова, судя по инстаграму, была очень насыщенная. Вот есть коллектив бисеринки. Вот, как сказал президент, наши будущие инженеры. Слишком уж серьезные инженеры. А вот наши будущие футболисты. Если смотреть на выражение лиц, то от нынешних ничем не отличаются. Также президент поздравил пользователей с Днем Защитника Отечества. Мы привыкли знать, что у нас за спиной есть наши папы, братья и мужья. Наш настоящий мужчина. И поздравил наших татарстанских олимпийцев, которые уже заработали три медали. Кстати, о Олимпиаде. У нас уже есть первое золото. Умеете? Могете просто. И есть несколько забавных курьезов на Олимпиаде. Например, 33-летняя американка Элизабет Суэйни сумела попасть в сборную Венгрии, не будучи вообще профессиональной спортсменкой. Обман вскрылся после того, когда на соревнованиях вместо трюков девушка просто скатилась со склона. Просто приехала на Олимпиаду покататься на лыжах. Я вообще уже давно так хочу сделать, но что-то пока не выходит. Но ей огромный респект. Поставила цель, пришла к ней. А вот самое забавное. Ведущая американской радиостации КНБР Патрик Коннор оскандалился из-за своего восторга от молодой спортсменки Хлой Ким. Причем его комментарий настолько шокировал, что комментатора уволили. И так теперь всем стало интересно, что же он сказал. Было бы ей 18, вы бы не постеснялись сказать, что у нее горячее. Ну вы поняли. На самом деле человек сделал комплимент спортсменке, а его уволили. Если бы это был кавказский комментатор, то все было бы гораздо проще. Он приехал, нам все рассказал, и выяснилось, что вообще невиновный он. Вообще рапит чистой воды невиновный. Он, конечно, принес свои извинения в Твиттере, но уже вряд ли думаю, что это что-то исправит. Но зато одно мы с вами узнали точно. Что у Хлоя однозначно классная. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте хоккей Олимпиады 2018. Кстати, наши в финале пожелаем им победы. Вторую строчку занимают поздравления на 23 февраля. Это, наверное, жены искали картинки смешные, чтобы своим мужьям в отцап скинуть. И на третьем месте выходные татарстанцы узнавали, в какие же дни мы отдыхаем. Друзья, с 8 по 11 марта. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, комментируйте, выкладывайте новые видео, фотографии. Короче говоря, будьте в сети. Пока! А далее в выпуске прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21.30. Здравствуйте! В республике сохраняется морозная погода со снегом. Но и солнце временами выглядывает из-за туч. Подробнее о погоде после полезной информации. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ компании «Данил Мастер». Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. «Данил Мастер» исполнит ваши желания. Закажите в феврале со скидкой 20%. «Данил Мастер», город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке республики в уголме Бавлы-Ознакаево облачная погода с прояснениями сохраняется. Временами снег и около 13 градусов ниже нуля. На северо-востоке Нижнекамске, Мадрежных Челнах, Елабуге переменная облачность и около 15 мороза. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске местами также выпадет снег и минус 15. На северо-западе Варске, Кукмаре, Балтаси синоптики обещают 16 градусов ниже нуля, местами выпадет снег. Жители юга-запада республики ожидают облачную погоду с прояснениями, местами также со снегом и 14 мороза. В центральных районах Чисцеполе, Альметьевске, Молодыши облачная погода с прояснениями, временами со снегом и минус 14. В последующие дни морозная погода сохранится, без осадков не обойдется. Спонсор программы и выставочный оператор «Союзпром-экспо» приглашает посетить выставку «Екатеринбург-Халяль-экспо» со 2 по 4 марта в Центре международной торговли. Все о халяль-индустрии, качественных продуктах и технологиях. Екатеринбург, улица Куйбышева, 44. О погоде в Казани. Завтра в Казани будет малооблачно, температура воздуха днем минус 15, минус 17. Ветер северный слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%. Магнитные поля земли спокойные. О погоде все. В студии была Лыла Латыпова. Увидимся на ТНВ.